Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, а в старости натрёх, с палочкой. Да если ему лапы отстрелить, он вообще ходить не будет. Во, едут. Привет. Привет, Огарёв. Привет, Денис. Здорово. Где Шалим? Папы не будет. Тебе что, такие права выписаны? Да, выписаны. Это бензин с шаляркой. Мария Сергеевич, ребята вернулись. Хорошо. Пусть идут лица. Мы с Олегом Ахмедовичем сейчас подойдём. Слушай, я сигареты в машине оставил. У меня есть. Нормально. Нет, 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 нет. Одевай потом, дорогой Олег Ахмедович. Удовольствий не так много в жизни. Сейчас мы с тобой перекусим. Ну, ладно, садись. Спасибо. Вступай, Кирилл. Слушай. Ну, давай, Калёк, рассказывай. Почему, Калёк? От Матылевской братвы Серый Тюрк увёл. Они скольком старые, кореша. Ага, кореша. Я ему ещё на малолетку фуфел чистил. Ладно, выражайся по-русски. Олег Ахмедович по фене не ботает. Просить, Олег Ахмедович, фуфел чистил, это значит, морду бил. Ну, ты, надеюсь, растолковал, кореша, что заказуха так просто не раскрывается. Ждать надо. Да замежевался, Серый. Я, говорит, что, братва Ахибиш подымает. Я, говорит, не могу себя выше коллектива ставить. Ладушки. Таблетку сдавать будем. Таблетка Матылевского на себя не возьмёт. Братва его в раз порвёт. Ты что, не понял? Мы его не братве, мы его ментам сдавать будем. Ментам, не ментам, всё одно, папа. Матылевского таблетка не возьмёт. Возьмёт. У таблетки два убийства в области. Если материал попадёт куда следует, отыщатся свидетели. Они, поверь мне, отыщатся. Вышка ему гарантирована. А тут есть свидетели недавней ссоры таблетки с Матылевским. Когда покойничек прилюдно возвал его козлом. А за Матылевского вышка не светит. Скажем, гнев униженного, аскорбанного человека. Суд это примет по вниманию. Мы предоставим таблетки лучших адвокатов. Зашлём тонн десять премиальных. Кира, давай накрывай. Очень кушать хочется. Квартира на седьмом этаже. Ну что, погуляйте пока тут. Вперёд, Славик. Ну, хватит, Казанова. Ну, возбудят они уголовное. Как возбудят, так и прекратят. А не прекратят, позвоним братве. Те наедут на прокуратуру. Хлопнут пару прокурорчиков для остраски. И никаких проблем. Ну, главное, не раскисай, Володь. Ну, не раскисай, ну чего ты. Слышь, телевизор работает. Значит, кто-то есть. Да погоди-ка, мать хрена. Духой, что ли? Секундочку. Звоним, звоним вашему соседу. А никто не открывает? Ну, проходите, пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Дома. Ну, не откроют. Он ни за что не откроет. Он вообще какой-то странный субъект. Странный в каком смысле? А будто пьяный все время, а водка не пахнет. И на балконе, вы не поверите, ни одной бутылочке. А у вас смежные лоджии. Ну, то есть, они соприкасаются. Хочешь хохнув, Володь. Стоит мужик около Исаакиевского собора и культурно выражая исправляет малую нужду. Подходит второй. Говорит, слушай, братан, как пройти к Эрмитажу? К Эрмитажу, говорит, от которой сытно. Говорит, слушай, а что тебе к Эрмитажу? Сызди! КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, еще один секрет. на блюдце. Никаких секретов. Просто дозу перебрал, вот и все. Ну, смотри, какая оригинальная, я бы шаганял. На, в твою коллекцию. Ему больше не пригодится. Казанцев! Господи! Ну, успокойтесь, ну, успокойтесь, ну, успокойтесь, ну. Спасибо. Ну, 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 что это, что же духи? Ну, че рутер. Че рутер, ну, видишь, а как тебя зовут? Зовут как? Элла. Элла. Ой, Эллочка. Ну, вот, все, успокоились. Вот, молодец, хорошо. А теперь, пожалуйста, Эллочка, вот организуй мне парочку соседей потолковья, понимаешь? Ну, очень мне, понимаешь, свидетели нужны. Алло, алло, скорая? Запишите, пожалуйста, адрес. Кто говорит? Нет, нет, не родственник. Оперполномоченный дукарец говорит. Андрей, только иди сюда. Записывайте. Испытатели 12. Узнаешь? О, Денис. Телохранитель Шалимова. Вот и сам. О-о-о. Да тут вся братва. А вот и покойничек Матылевский. Слушай, целый фотоархив. Забирай-ка все это с собой. Ваша информация, Борис Сергеевич, оказалась весьма любопытной. Вы задержали таблетку? В общем, да. Но у него оказался очень интересный диагноз. Смерть от отравления. Не верите? Позвоните в морг, врачу, производившему вскрытие. Передозировка одного очень веселого препарата. А вы хитрец. Вам достаточно поговорить, просто поговорить, и он расходится. Что-то я не видел таких идиотов, которые после простого разговора брали бы на себя авторитетов, типа вашего покойного компаньона. Подкинули нам козла отпущения. Я бы землю грыз зубами, чтобы доказать его виновность. Землю бы грызть не пришлось, он бы сходу сознался. Вот как? Да, признался бы, с ним было все говорено. Так что басни об отравлении оставьте дедушке Крылову. Таблетка был наркоман со стажем. Такие дозы не путают. Мои волосы стали заметно лучше. Пойдем пробить блески силы здоровых волос. Теперь моим волосам не страшна никакая зима. Иди ко мне. Элитный центр досуга приглашает вас провести незабываемый вечер. Вам будет предложен обширный выбор экзотических блюд. Вы сможете полюбоваться восточными красавицами, исполняющими эротический танец живота. Посетите элитный центр досуга на Петроградской. Окунитесь в волшебный и сказочный мир Востока. И вы почувствуете себя всесильным эмиром или же сказочно богатым шейхом в кругу прекрасных горек. Слушаю. Алло, Слава, привет, это я. Телевизор смотришь? Не-а. Пельмени готовлю, жрать хочу. Очень зря. Там показывают рекламу шаримовского ресторана. Ты хочешь пригласить меня на ужин в этот ресторан? Не-а. Я не отрошу завтра с утра. Пробей этот адресок. Кто занимался приватизацией или арендой помещения. То есть, кто конкретно, Шалимов или его напарник-покойничек. Ладно, все в деталях, чтоб было. Лады. Ну давай, приятного аппетита. Угу, пока. Ну, прости меня, пожалуйста. И не обижаюсь. Ну, ты свинья. Я больше не буду, честно, пионерская. Ты редкостная свинья. Собнявшему на расселение. Как вдруг так получилось, что он взял и перекочевал в нежилой фонд? О, это не к нам. Видите, вы с полком, в круги. Мы только пропиской и выпиской занимаемся. Ну, если честно сказать, мы тогда очень удивились. Ведь дом был вполне пригоден для жилья. И жалоб от квартиры съемщиков не поступало. Ведь на участке, вы знаете, есть дома в более плачевном состоянии. Но их почему-то не расселят. Впрочем, начальство виднее. И потом, это кошмарная история. Какая история? Но об убийстве целой семьи. Неужели не слышали? Угу. Вон та квартира угловая. Женщинца на пороге нашли. Она, наверное, открывала. Пулевое в грудь. Скорее всего, из-за ружья или обреза. Пуль-то охотничья. Жакан. Пол спины вынесла. Мужчина, ее муж. Он лежал в кровати, он ходить не мог. Инвалид. Так они ему голову разнесли. Топором. А третий труп? Девчонка. Не совсем, конечно. 23 года. Ей досталось уже всего 16 ножевых. А перед тем, как убить, они ее оттрахали. Мы-то думали, что она дочка ихняя. Оказалось, невестка будущая. Приходила, помогала. В ту ночь и осталась. Невестка. А сын? А сын он сидел. А когда вышел, через месяц, в ноябре... Мотивы убийства? Да неизвестно. Мы думали, что бомжи. Но бомжи огнестрельное оружие. Вряд ли. Наркуши. Обычный грабитель насиловать не станет. Возможно. Я тут подергал своих людей. Но бесполезно. А с парнем не разговаривали? Может, его заморочки. Не поладил с кем на зоне. Он по какой статье мотал? 108-я, первая. Хорошая статейка. Чего натворил? Да в драке. Пырнул кого-то ножом. Но парень не блатной. Не был нигде засвечен. Шесть лет звонком отмотал. Сказал, что судьей не повезло. Судьей везет тем, кому с деньгами везет. Согласен. Он подкинул тут одну идейку. Тот сказал, что письмо пришло от родителей. Так вот там у них какие-то заморочки с расселением. Дом-то расселили. Одни старики его и остались. Им смотровые предлагали. А отец ни в какую. Сказал, что он здесь родился. Вырос. Здесь хочет помереть. А где сейчас парень? Не знаю. Он как-то два раза заходил, спрашивал, поймали кого или нет. Белкин Петр Егорович. 1912 года рождения. Уроженец Псковской области. Выписан по расселению. В настоящее время проживает по адресу. Санкт-Петербург, Яхтенная улица, дом 43, квартира 2. Какой дом? Дом 43. Королев Игорь Валерьев. Петр Игорь Валерьевич. 1967 года рождения. Уроженец Ленинграда. Выписан в 1987 году в связи с осуждением. Как же он в 1987 выписан, если он в 1986 сел? Прошло полгода и выписали в соответствии с законом. Поехали дальше. А в доме-то сейчас бордель устроили, знаешь? На верхнем этаже номера с проститутками. А на первом офис под евростандарт. А в подвале ресторан в восточном стиле. Сауна, бассейн. Подкинули мне работенку. Элитный клуб. Мать его. Что там? Петр Игорьевич, это Ларин. Я вам звонил. Из милиции, что ли? Да. Здравствуйте. Проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Ну, слушаю вас. А я, собственно, к вам по поводу ваших бывших соседей Королёвых. У вас квартиры были на одной площадке. Скажите, вы с ними поддерживали какие-то отношения? Ну, как же. Я же в этом доме 32 года прожил. А Валерий Королёвов, да кто-то из них родился. Мы дружили, можно сказать, с семьями. По поводу убийства. Ужас. С вами уже беседовали? Нет. Да я, собственно говоря, и помочь-то ничем не могу. Я сам случайно про это узнал. Позвонил раз, позвонил два. Никто не поднимает руку. Поехал там. А там уже дверя почему-то. А вот сын их, он что натворил? Ну, он же сидел. Сидел. Тоже паршивый слой. Спокойный парень. Я Игорька знаю с самого его рождения. Покойный парень не мог, он броситься ни на кого с ножом. У него и ножа-то отролять не было. Вы не против, если я сто грамм сухенького и тяжкого. Пожалуйста. Спасибо. Петяк! Я. Кутилку Моростирского зашли. Давай тару. Принимай! У вас там что, в подвале минный завод, что ли? Зачем? Обыкновенный магазин. Заинтересовало. Пойдем. Пойдем в комнаты. Ты понимаешь, эти ребята, операторы-то, они, значит, тут подвал арендовали. Ну, все оборудовали, бац, приходит ЦАН и пожарная служба. Все! Нет торговать! Запрещаем! Почему? Вентиляции нету. Да-ка, напротив, в таком же доме, в таком же подвале магазин они торгуют. Они торгуют, говорят. Ну, понятно, да? Они намекают, что детская мзду им дать. Ну, и закатили такую мзду. Ну, куда с добра? Ребята ко мне. Петрович, выручай. Мы у тебя на кухне люк прорубим для вентиляции. Вот этот? Ну, что ж это видел. А, значит, а за это ты у нас будешь бесплатно харчеваться. Ну, в пределах разумного, конечно. Ну, я не наглый. Ну, зачем ребят-то разорезать? Дом-то не рухнет. Почему рухнет-то? Арматура-то вся цела. Все по-научному. Ну, Андрей... Васильевич. Ага. Ну, Андрей Васильевич. С знакомством. Благодарю. Будьте рады. Ну, давайте продолжим. Не рано. Ну, и это тоже. Я про Игоря. Это что, Игорь? Я тебе так скажу. Зря парня посадили. Как дело-то было? Он, значит, возвращался от Анечки. Это девушка его? Ну, девушка. Конечно, девушка. Выходит, трое. Драка. Ага. Ну, они не того напали. Он же боксом занимался. Игорь. Ну, тогда один из троих вынимает нож. Ну, и Игорек его на этот нож-то и высадил. На его жур. На его жур. А потом, понимаешь, так все повернули, что как будто во всем виноват Игорь. Да, что ты. Этот, как его, вот с рожпортным брюхом-то инвалидом остался. Ой. Анечка, девушка-то его. Он когда в крестах сидел, они поженить-то хотели. Ну, ей еще семнадцати не было, запретили. Он запросил. Анечка, дождись меня. Дождись. Дождись. Слушай, я еще одну закажу. Ты не спешишь? Нет. А? Нет. Ну, что? Сам? Сталиною грудью врагов сметая пошла на битву. Ну, подожди, ты поешь. Пошла на битву двадцать шестая. Ну, ты мужиками, давай. Сталиною грудью врагов сметая пошла на битву двадцать шестая. Мужики привет. Это мои соседи. Шумел и пенел ертыш глубокой и пели песню в тайге. Я таких слов-то даже не знаю. Петр Игоревич. Вы мне скажите, вот мне говорили, что угрожали Королёвым по поводу расселения. Было такое? А что ты? Что же в этом роли было? Ну, я тебе больше не скажу. Мне Игорёк родительские письма показывал. Там отец про это писал. Стоп. Какой Игорёк? Вы его что, видели после освобождения, что ли? Слушай, ну ты как просто с луны сваливаешься. Чего слышишь? Человек освобождает меня. Куда ему прикажете идти? У него ни в городе, ни родных, ни близких, ну никого нету. Он по справочному знал мой адрес и прожил у меня месяц. Потом уехал. А куда вы? Саратов. К Анишкиным родным. Родителям. Ты знаешь, Анишка, когда... Майскими... Короткими ночами... Отвремя окончились бои... Где же вы теперь, друзья, на полчае, боевые... Трайвые... Вы... Спутники мои... Где же вы... Присаживайтесь. На это я сяду. А я за меня не буду, я же не курить боюсь, я же не курить буду. Пётр Егорыч, у меня вопрос к вам. Да, на любой вопрос. Вспомните последний месяц, когда Игорь жил у вас. Могу. Чего он делал вообще? Может, он кому-то звонил, приходил к нему кто-то. Чем он занимался? Ему заниматься, собственно, нечем было. Ну, это понятно. Ну, так. Два раза сходил в милицию. Ну, и на кладбище, к своим, тут он, почитай, каждый день хотел. Ой... С кладбища придёт, на диван ляжет, лицом к стенке, тут уже из него и слова не вытянешь. Ну, нет, дядя и ничего такого не оберегал его. Ну, зачем такую рану бередить, человеку в душу лезть? Нет. То есть, вы считаете, что Игоря в городе нет сто процентов? Ну, на сто пятьдесят. Правда, один раз мне показалось. Чего показалось? А вот, слушай, два месяца тому назад мне на нашу Петроградскую надо было по делам. Ну, я крючок сделал, не утерпел, чтоб мимо нашего, вот этого, бывшего, родного дома-то пройти. Ну, подхожу. Вдруг подъезжает, понимаешь, эта машина, не наша. Чёрная, чёрная. О, длинная, да. И из неё выходит парень. Ну. Показалось мне, что это Игорь. Понимаешь? Показалось или Игорь? Вот я тебе, Андрюшенко, точно сказать я не могу. Понимаешь? Ну, видел я его всего три секунды, не больше. Он в чёрных очках, понимаешь, что-то шикарно надел. Там марка, всё, понимаешь, машина так. Ну, сам, пожалуйста, ну, глупо сказать. Ну, зачем Игорю к нашему дому подходить, понимаешь? Ты ещё на такой шикарной машине. Я тебе так скажу. Если бы он был во вороне. Ну, чего-то смешного мне. Ну, он вряд ли обо мне по телефону. Да что же уже? Не так уж трудно. У меня вопрос. Ну, пожалуйста. В то утро, когда вы, Игоря, типа увидели. Ну, да что я увидел его. Вы услугами нашего погребка, любимого, пользовались? Ну, в честности, да? Ну, честно. Ну, между нами. Двести грамм выпил. Двести? Да. Выпьем за Родину. Выпьем за Сталина. Выпьем и снова нальём. Ещё раз. Выпьем за Родину. Выпьем за... А что это вы здесь распелись, мужики? Сейчас, Фёдор Горьевич, секунду, сейчас. Командир. Командир, на секунду. Слушаю, товарищ капитан. Следственный эксперимент. У меня к тебе просьба. Батю, доведи до дома. Он и живёт буквально за углом. Фёдор Горьевич, всё нормально. Всё хорошо. Довезу. Нет, всё хорошо. Командир доведёт до самого дома. До самой койки. Куда хочешь. Всё, папочку. Тобой куда хочешь. Папочку. Папочку. Ну, давай, прыжай. Ну, почему он не тихо? Ну, о. Спасибо, спасибо. Ну, я рад. Всё, я позвоню. Позвоните. А где? Выпьем, Мазару. Он поёт, ну, просто шаляй. Шаляй! Я много думал после нашей встречи. Только заранее прошу вас, не смейтесь надо мной. Вы опытный сыскарь с университетским дипломом. Я же недоучка с тремя курсами торгового. Вы учились в торговом? Почему удивляетесь? Учился и был изгнан с третьего курса с волчьим билетом. За что, если не секрет? Только не говорите мне, что вы были диссидентом. Нет, диссидентом я не был. Я был изгнан за торговлю. Ну, из торгового за торговлю, я не понял. Я был фарцовщиком. Слыхали, что это такое? Так вот, я думаю, кто-то узнаёт о моей договорённости с таблеткой и убирает его. И этот кто-то очень не хочет, чтобы с меня снимались подозрения в убийстве Матылевского. Ну что ж, очень неплохая версия для недоучки из торгового. Ну а мотивы? Зачем ему всё это нужно? Он провоцирует войну. Знаете, в Москве сами собой ликвидировались две крупнейшие группировки. И там всё так же началось с убийства лидеров. Поверьте мне, если со мной что-нибудь случится, мои не успокоятся, пока не перекрашат всю братву Матылевского. А что, если по весне прочистить дно всех водоёмов северной Венеции, то можно будет выловить столько глухарей, что ваш процент раскрываемости будет со знаком минус. Ничего подобного. Процент останется точно таким же. Все утонули сами. А если гири на ногах? Ну что, у нас самоубийц мало? Ну а если пол черепа снесено? А это он, когда с моста прыгал, зацепился головой за сваю. Ну хорошо, хорошо. Ну а если нож в спине? Знаете что, давайте мы когда найдём, тогда и будем думать. Поддаётся мне, мастер, это не самое лучшее место для встречи. Самая лучшая конспирация, отсутствие всякой конспирации. Чего ты дёргаешься? Плохо знаете Питер. Это большой город. Ну, для меня это не имеет значения. Принципы работы везде одинаковые. Вот что имеет значение? Сумма. Мы об этом после поговорим. Что там у тебя? Давай. Так. Угу. 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 Работа сложная. Обрати внимание на эти пункты. Ну, хотя есть сведения, которые мне не придётся добывать самому. Они достоверны? Абсолютно. Хорошо. Второе. Сроки. У меня, как я понял, мало времени. Поэтому я обратился к вам во второй раз. Хм. Ладно, держи. Я запомнил. Не жги ты, по-моему, здесь. Не играй в шпиона. Едешь на улицу, порвёшь. Выбросишь в любой уровень. Я понял. Скажите, я могу рассчитывать на качество работы? Не задавай ты глупых вопросов. Ничего не могу гарантировать. Всё может случиться. Ну, до сегодняшнего дня я не допускал брака. 17 часов 44 минуты. Девушка, будьте добры. Андрюша, а ты уверен, что он здесь есть? Нет, не уверен. Более того, даже если он там есть, его будет трудно узнать. Он мог изменить внешность, отпустить его сына, надеть очки. Я поэтому к вам и пришёл, а вы ж его знаете, 20 лет. Вы ж его на любой фотографии увидите. Посмотрите, пожалуйста. Слушай, а кто вот это вот? Что-то знакомая личность. Ну, это наша звезда эстрадная. Точно! Это не узнала я совсем. Ой, тоже звезда. Нет. Тут Игорька быть не может. Тут всё звёзды, знаменитости. Ты не болтайся по комнате. Садись. Что, стулья, что ли, мало? Ничего, не свяжусь ещё. Ух ты! Что? Узнали его? Который? Третий. Третий. Слева. Почему он мне не позвонил? Жетона у него не было. Он сильно изменился? Нет. Почти нет. Значит, там у старого дома был он. Не показалось. Андрюша, будь другом, открой люк, закажи пол-литра. Может, не стоит? Вставайте, вставайте. Это что такое? Сувенир Зоновский. Дурик один, а слева, покойный. Покойный? Это же Игорь Анатольевич. Да. Конечно, его. Это мой парень. Он уже об этом. Но я не буду делать. Убивым он. Он предпоминал. Он предпоминал. , он же наконец. Он был в шипу, цветовый пирот. Он был в шипах. Он был в шипах. Он был в шипах. КОНЕЦ 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 Простите, вам плохо? Очень. Вы не могли бы проводить меня до такси? Да, конечно. Пойдемте. Что же делать? Как назло ни одного такси. Ничего, ничего. Я вас на своей машине довезу. Пойдемте. Оля! Не ушибись, Наташа. Молодец. Молодец. Мадам. Но вы актриса. Работа такая, мальчик. Молодцы, мужики. Тихо, 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 тихо. Производится экологически чистое задержание без выброса в атмосферу вредных пороховых газов. Ну, короче, милиция. Ну, полное безобразие, полное. Извини, старик. Береженого Бога бережу. О, смотри. Ты смотри, какая штуковина. Я как знал. Давай за понятыми. И за имен с понятыми. А то вы любите, а потом скажешь, что менты подсунули. Странный вы народ, коммерсанты. Боксер? Боксер. Знаешь, я тоже иногда люблю на галанчельке попиликать. Чистая формальность, дорогие дамы, чистая формальность. Пару минут, не больше. Вот туда, пожалуйста. Все, остальное мелочевка. Извини, Игорек, на твоей тачке поедем. Распишитесь, пожалуйста. Наша-то твою даму увезла. Всем спасибо, дамы и господа. Съемки окончены, все свободны. Игорюша, ты думаешь, я тебя колю? Так нет, у меня все есть, понимаешь, у меня есть детали. Я тебе скажу откровенно, мне вот Маталевского на тебя не повесить. Ну, потому что это убийство, оно процессуально недоказуемо. Никак. Но твой грандиозный замысел, он становится под угрозу. А никакого замысла не было? Ты дрешь ты, Игорь, дрешь ты мне. Ну, не стал бы ты ставить все, понимаешь, на карту из-за какой-то мелочевки. Так? Поэтому я тебе предлагаю два варианта. Опять два варианта? Мне уже предлагали два варианта. Я выбрал самый лучший и загремел на шесть лет. Ну, тебе предлагали, ты выбирал. Выбрал? Сиди, кури. Слушай, мой первый вариант. Я звоню Шалимову сейчас. И довожу до его авторитетного сведения. Все, что мне известно. Ты идешь на нарок. И в один прекрасный день ты просыпаешься. И понимаешь, что ты был очень неправ. Потому что ты мертвым просыпаешься. Таких вещей не прощаю. И второй вариант. Ты мне рассказываешь все, чего у меня не хватает. И идешь, скажем, по 218-й час 1-й. Незаконное ношение административного оружия. Все. И никто ничего не узнает. Тусь, как это не узнает. Нет, уж они должны знать, когда завтра они начнут крошить друг друга. Они не должны думать, что это из-за поганых баксов и мерсов. А что это все из-за одной маленькой девочки. Извини. Дайте мне ее. Ты конкретно знаешь, что я убил? Нет. Я так и не смог узнать хотя бы, кто именно. То есть крошить надо всех, да? Невиновных. Невиновных там нет. Виновным там делать нечего. Значит, я ее там обронил. Давай расплат. Что к чему? Как все было? Да как. Вырубил я его с порога. Вкатил дозу. Хотел уйти. Не смог. Вы подъехали. Пришлось балконами канать. Алло. Борис Сергеевич, будьте добрым. Вы ему скажите, что это Ларин очень срочно. Борис Сергеевич. Извините, пожалуйста. Вас спрашивает какой-то Ларин. Говорят, что очень срочно. Добрый день, Андрей Васильевич. Я вас слушаю. Я сделал все, что вы просили. Пускай ваш человек подъедет на Балтийский вокзал в камеру хранения. Ячейка номер 48. Код 321. Пускай заберет все, что там лежит. Я надеюсь, все это оградит вас от дальнейших разборок. Деньги на ремонт нашего помещения положите в ту же ячейку. Если вас это все удовлетворит. Хорошо. Я вас понял. Игорев не появлялся? Нет. Ладно, бери Дениса и живо на Балтийский вокзал в камеру хранения. Ячейка номер 48. Код 321. Запомнил? Да. Нет, повтори. 48321. Так, правильно. Возьмешь бумаги. Ну, вообще все, что там. И мигом назад. Понял. Кончай плескаться. Папа велит ехать надо. Ну, давай, давай, по-быстрому, давай. Олег Хмедович. Извини, дорогой, что поздно беспокою. Дело есть. Я сейчас за тобой машину отправляю. Подъезжай. По-братски. Водей. Продолжение следует... Дядя Минт шутит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...